всем доброго утра дорогие мои хорошего воскресного дня хочу сразу сделать такое это что вчера москве умер мой хороший друг народный артест россии ренат исламович ибрагимов которого я знал и дружил более 30 лет ознакомились мы далеком сибири омске когда он приехал гастролями начала 90-х и так самое что я тоже прилетел командировку свой город куда я выезжал время и жил гостиница сибирь проспекту лена и ренат и ирина понаровская другие счет приехали туда с гастролями а познакомились мы через моего тоже старого друга предпоследнего начальника томского военно-училища связи генерал-майор мимбаева и сам борисович кстати скорже здорово дай бог ему все здорово и плага надо очень веселым человеком очень веселым человеком когда он был женат вторым браком жена была альбина вот и альбина тогда с ним было на его запровождала виде ну вот наши потом пути пресеклись на некоторое время но он меня не забывал отправлял меня на всякие праздники пригласительные казани он жил и 2000 втором году я приехал в казань и когда приехал к нему домой мне сказали что он буквально недавно переехал в москву дали адрес что он открыл театр песни и дорогим его ну естественно мне пришлось опять обратно сказали москву это было по моим день казани еще отмечали такой праздник был казани но приехали по этому адресу нашел его и почти серый день мы были общались сидели отдохнули я уехал с тех пор потом мы не видели столько вот иногда было что созванивались потом вообще лет на 10 я не было это но я всегда стыдил за его жизнью как вам счетом он женился еще раз развел развелись они с альбиной но это не знает как ну каждый человек своей еще он возрасте успел еще пятерых детей еще на свете молодец сильный был человек сильный был человек сильный по моему него пятый ребенок 71 год им было очень был такой богобоязненный человек такой настоящего такой вот верующий человек этот верующий человек не только он пел но и рисовал его даже насколько знаю что его даже картинник когда же музей пробретали но это люди уходят понимаете ему было 74 года солнце нового окажется было самое смерть берет людей несмотря ни на возраст и на что него сердечный приступ был объявлено я знаю что ничем не употреблял ничем не употреблял человек очень такой этот чистоплотный смерть никого не щадит мы здесь на этом свете гости гости на этом свете хотя и дергаемся и прыгаем хотим чего-то что-то это смерть смерть берет всех и плохих и хороших никто знаете с этого света живым не уходил как когда-то говорил мой дедушка он говорил что мы на этом свете все гости а на гостях ты должен вести себя хорошо к сожалению все это понимает но все теперь дело человеческая сущность такая русских есть такая это священников обычно не говорят они не ведают что творят и вот написали комментариев что вот у многих там блоге такие вот это но подписчиков за 100 за 150 дофига знаете это сел и семейным подрядом работают они вот сориентированы только вот на заработок вот этом ю тубе я иногда даже представляю что так называемые сейчас вот звездные люди которые уже по 5 по 6 каналов открывает на своего мужа на маму на на кого угодно а вдруг вот завтра ю туба не будет закроете тут до пола чем они будут заниматься уйдут прежние профессии прежние профессии у них тоже были кто-то грузчик кто-то кассир кто-то танцовщица кто-то массажистка ну и все а в этом зарплатах так говорится не разбогатеешь а вот в этом секторе уже они ю тубе мне помог и машины покупать и квартиры и они как бы скажем так звезды можно сказать шоу-бизнеса к ним старается промыкать прилепиться чтобы как-то чтобы рядом как-то сниматься чтобы лишь бы их тоже заметили вот плевюя на все короче на все там на всякие моральные это части все это плевать лишь бы чтобы рядом с такими людьми быть чтобы как-то их тоже заметили а у тех у кого как говорится мозги работают они основном работают мозгами они вот этим делом это можно делать это тоже хорошее дело но оно со вкусом все должно быть понимаете подано со вкусом чтобы людям принести твои ролики должны принести какую-то пользу вот чтобы исчерпали они что-то вот зря время не тратили просмотрев твои ролики чтобы у людей было как-то какой-то польза от твоих это самое вот а им это не надо им надо только польза чтобы им было чтобы еще каждый раз напоминать людям подписывайтесь нажмите на колокольчик там отправляйте донаты там это еще намеками спрашивают нам бы еще дрон купить нам еще на ремонт квартир деньги надо да у меня еще тот особый вот понимаете это ну как Остап Бендер говорил это говорит нищенству вам заложено с детства таких людей нет никакой это они готовы на все лишь бы чтобы деньги платили понимаете лишь бы чтобы деньги платили а деньги немало и платят люди на шедрые да и потом кстати спрос на такие вот безвкусовые безвкусовые ролики намного больше чем вот такой понимать нормальный человеческий этот просто посидеть поговорить чтобы люди людьми надо разговаривать у людей людям не надо вот это рестораны всякие вот эти да показать как я вот хорошую машину купил вот я хорошую квартиру купил вот я обставляю вот людям это не надо людям нужно просто сейчас не хватает человеческое общение понимаете вот человеческое общение не хватает люди соскучились по простому человеческому общению знаете вот я прожив здесь восемь лет я помню это еще сильнее почему потому что иногда хочется вот так вот со своим вот так просто посидеть за чайком вот так вот да но такого я здесь не видел очень редко очень редко в любом общении люди стараются как бы скажем так перед друг другом превосходство свое какое-то вот показать понимаете превосходство свое а если ты слишком общительный ты хочешь просто это то ты слабый в их глазах понимаете даже сильный человек который просто хочет общение да вот этот человек перед такими вот эти слабый а так мало это понимаешь вот сейчас времена так такие настали когда сам конченый тупой недоумок да вот но рожу сделает вот такой серьезно такую делает рожда вот такой он умный он хороший понимаешь хотя он тупорелый понимаете пять копеек вот а если человек сильный умный но веселый да все этот человек отстой нафиг понимаете времена такие наста времена масок понимаете времена масок люди сейчас столько масок понахватали да один перед сильными людьми маску один перед семьей один на улице так один еще на что-то понимаете вот маски вот когда начинает скидывать свою маску я вам помните в прошлом позапрошлом канале говорю обычно в моей жизни здесь бывало так что сначала твое имя начинается со слова брат вот уважаемый брат ты самый хороший ты самый такой этот когда свои какие-то проблемы уже решили ты уже не брат ты никто вот уже и тембр голоса меняться начинает и начинает снимать маску знаете у нас люди меняются если у них появились побольше денег если они хорошую квартиру купили если они хорошую машину купили даже есть те которые если жена красивая тоже этим могут это самое как говорится в общем то есть человека сейчас все аксессуарах понимаете человеку сейчас не по внутреннему какой он есть да а по аксессуарам и ведь аксессуар даже и жена понимаете даже супруга в этих аксессуарах понимаете а сам он ничего не стоит человек у меня это было и в молодые годы у меня очень много так называемые знакомы были которые любили кичиться вот у меня красивая жена смотри вот у меня это понимаете а больше нечем больше нечем у тебя не должно быть красивой жены не обязательно красивой жены у тебя должно быть красивая душа и сильный человек это понимаете людей сейчас судят судят я же говорю по его квартире по его машине по его улыбке ну хай тупой по его жене если не дай бог его жена там немодельной внешности вот хотя она его вообще нафиг и какая любовь нафиг это он это самое чтобы лишь бы аксессуар был рядом понимаете вот по нему людей сейчас поэтому люди понимаете сейчас вот настолько сами стали лживыми да во всех отношениях да вот что даже молятся чисто символически вот времена даже молятся чисто символически некоторые молятся и не символически но обязательно с целью чтобы как то вот даже на том свете хотя бы обрести какой-нибудь теплый угол понимаете вот верхов то натворил свое время все все это и вот когда уже к возрасту становится такой богобоязненный человек такой да понимаете вот такой из себя это чуть ли не по каждой буквы святых писаний живет вот если богобоязненный был а че ты молодые годы то блин извини натворял такие дела если человек богобоязненный был он от самого рождения должен быть таким же а не к старости то есть я что хочу сказать вот это все господа подают материал людям да которые люди у людей есть спрос вот а у людей большинство я же говорю же кто хочет общение просто чисто человеческого они смотрят такие вот каналы пузырь мало подписчиков мне вот я никак не увеличивается это вот у меня там 2500 по моему подписчик я даже не смотрел вот это у меня наверное будет еще года два а потому что это сразу показывает то какой у нас аудитория людей понимаете какая у нас аудитория людей а у них будет 100 200 300 миллион и смотрят тоже там смотрят честно говоря нечего потому что людям именно вот это надо то которое они показывают а не это потому что они и общаться не хотят вроде хотят но это им знаешь так их людей они считают чему отстой вот такова жизнь такова жизнь вы вот написали моя подписчица что не может подписываться на мой канал как это знаете я же еще говорю же может мне еще многие так писали я не знаю что они там может кто-то там еще и сидит там какие-то делает какие-то на мой канал я не знаю как в том канале помните я как дурак показал свой этот еще счет еще яндекс кошелек у меня все ушло наоборот я просто на экране видел цифры какие-то деньги и немалые были и все ушло наоборот воспользовались тем что у меня было тогда почти 6 тысяч подписчиков и около двух миллионов просмотров но я закрыл нафиг нафиг думает и вот в этом тоже это не такой интересы нет вот я вот честно говоря вот буквально вот на вас вот так вот остаться людей которые у меня на вас думаю и закрыт и не закрыт а потом думаю а что только то извините откровенно надо говорить я же ничего не зарабатываю другими хотя бы копеек заработал бы хотя бы заработал бы на один телефон хотя бы ни на машину ни как они вот это несколько диванов показывают за ваши деньги диван купили по 40 тысяч для машины квартиры хотя бы хотя бы да нет вы что ничего абсолютно ну давай зачем мне время тратить это же тоже надо закачивать интернет это тоже труд вот а люди привыкли за каждый за любой труд получать деньги но вот им скажите что давайте мне что-то бесплатно делаете они никогда это не сделают они не знают этого слова просто даже они даже не знают как просто по телефону посоветовать о чем-то вот вчера мне девушка звонила из Москвы тоже хочет квартиру отправила варианты моего моих московских это товарищи которые квартиры сняли потом я делал в НЖ их незнакомые отправили квартиры вот за несколько там за огромные суммы денег им отправили помогайте как вы думаете вот эти квартиры ну что я скажу вот мы хотим купить приехать по интернету хотят чтобы какие-то там и услуги оплатили деньги заранее не выезжая платить или не платить или что-то там такое я говорю сейчас вам ребята сейчас людям даже подсказывают уже страшно хорошие вещи я говорю приезжайте сначала приезжайте приезжайте снимите каком-то погодите погуляйте а потом уже не ведите себя вот на это она говорит я по-турецки не понимаю говорит открываю даю поисковики там десятки это говорится объявление на русском языке квартиры ну на этом зарабатывают люди помогают помогают вот такие и колпашит по полной людей вот моя подписчица написала что мужем хотели переехать купить квартиру сейчас я думаю не самый пенсионер если я думаю не самое лучшее время во-первых во-вторых купить можно купить можно но в таких местах где уже извините море водичка рядом все нет а где-то в пределах 4-5 километрах от моря можно найти бюджетный вариант можно найти найти можно вот надо просто искать и найти найти можно вот и желательно как я уже говорил чтобы не попасть на мошенников мошенники бывают не только наши мошенники бывают и местные это тоже нельзя не учитывать вам могут пикнуть квартиру без истяна могут пикнуть с квартирантами могут пикнуть какими-то проблемами вот а расхлёг вот он вам найти можно найти можно кому там уже деньги срочно у кого-то долги у кого-то кто-то хочет своего сына женить тоже деньги нужны а свадьбы здесь очень затратные если турецкие своих женить это наши девочки можно как говорится это сделать чуть-чуть свадьбу а потом она сама и машину купит и квартиру нет а местных девушек жениться это огромные деньги нужны потому что на покупку золото там все такое вот поэтому деньги иногда бывает так сына надо женить и вот они продают чем брать кредит или что-то это продают кредит такие тоже и вот таких взять вообще хорошо когда можно и дешево купить потому что людям нужны наличка сразу наличка так что такие вот дела еще раз приношу свои соболезнования семье рената вот у нас вот рукмен есть такое это диатонириахт ладно всех вам благ дорогие мои пока